Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я вам покажу, как прокачивать грудные мышцы, ориентируясь на промежуточные мышечные волокна. Это как раз таки тот тип тренинга, где нужно, обязательно нужно доходить до отказа. В прошлый раз я вам показывал тренировку на грудные мышцы, необычную тренировку. На мой взгляд, одну из самых эффективных тренировок на грудные мышцы. Ссылочка будет в описании, обязательно посмотрите. Сегодня промежуточные мышечные волокна и грудные мышцы. После общей разминки и экстензии мы с вами приступаем к первому упражнению. Это будут наклонные жимы гантелей. Почему гантелей? Потому что мы с вами еще не уставшие, мы еще можем хорошо поработать, концентрируясь четко. И мышцы стабилизатора все-таки нужно подключать к работе. А работа с гантелями гораздо эффективнее в плане массы, чем работа со штангой. В чем, в принципе, вы, я думаю, уже убедились сами неоднократно. Особенно те ребята, кто смотрит мой канал уже не первый год. Итак, нужно нам будет сделать три разминочно-подводящих подходика. Разогреть наши грудные мышцы, разогреть связки, сухожилия, психику. У кого получится четыре подхода, тоже не страшно. На что следует обращать внимание? На то, что это разминка. Нужно останавливаться до наступления отказа примерно где-то за три-четыре повторения. Последний, заключительный разминочный подход должен быть примерно с тем весом, который будет у вас во втором подходике основного подхода. То есть, когда вы сбросите 20% веса от первого подхода. Проще. Что такое промежуточные мышечные волокна? Объяснять не буду. Как они тренируются? Тренируются они следующим образом. Вы берете вес, с которым можете сделать 10-12 повторений в отказ. То есть, когда вы уже не сможете полноценно выполнить позитивную фазу движения. То есть, в данном случае, поднять гантели кверху. После этого бросаете вес. Берете вес 20% минус от того, который только что делали. И должны сделать еще 6-8 повторений в отказ. Вот это будет один, единственный, грамотный, правильный подход в тренинге на промежуточные мышечные волокна. На этом это упражнение мы заканчиваем. У меня получилось, я взял 120-плновые гантели. Сделал 13 или 14 повторений. И сбросил гантельки, взял гантели по 100 плн. Как показала практика сегодняшнего дня, они для меня оказались большими. Хотя раньше я тоже легко с ними выполнял 6-7 повторений после отказного подхода. Но не сегодня, не суть. Все познается в сравнении. Только опытом вы сможете подбирать для себя веса. Основная задача, повторяюсь, в каждом из этих подходиков вы должны дойти в жесткий отказ. Перед тем, как мы пойдем к следующему упражнению, должно пройти 7-10 минут. Мышцы должны восстановиться, психика должна восстановиться. А напоминаю, что после тренировок на промежуточные мышечные волокна, ваше время отдыха между тренировками увеличивается. Потому что будет наступать общая усталость. Особенно, когда вы будете качать спину, такие крупные мышцы, ноги. Вы настолько будете убиваться, что кому-то 2-3 дня будет мало между тренировками, чтобы восстановиться. Следующий у меня по списку, следующее упражнение. Жим в тренажере. Но не горизонтальный все-таки, а слегка под углом все-таки я его делаю. Тоже разминка мне здесь уже не нужна. Я просто опытным путем полагнал вес. И то же самое. Дохожу на 12-13 повторений в отказ. Сбрасываю 20% веса и делаю еще 6-8 повторений в отказ. На этом заканчивается и данное упражнение. Я снова даю себе где-то 7-10 минут отдыха. И перехожу к следующему упражнению. Эти 7-10 минут я не встаю, не отдыхаю. Я подготавливаю тренажер. Я подбираю вес, с которым должен поработать. И заключительным третьим упражнением сегодняшнего дня у меня будут жимы в камере на низ грудных мышц. Мне очень нравится данный тренажер. Я его часто использую, потому что чувствую в нем грудные мышцы сверху донизу. Да, несмотря на то, что называют этот тренажер для низа грудных, я чувствую, как работает моя грудная мышца сверху донизу. Практически как в отжимании от грузии. Делаем то же самое. Грузим вес, с которым мы с вами можем сделать 10-12 повторений в отказ. Делаем, сбрасываем 20% веса и добиваем 8-10 повторений в отказ. На этом наша тренировка сегодняшняя закончена. Очень получилась она энергоемкой. Она получилась действительно убийственной. Мышцы горят, мышцы наполнены. И я уверен, что вы тоже это чувствуете, друзья. Не стоит борщить с количеством подходов в одном упражнении. Поверьте, одного такого рабочего подхода, когда вы делаете одно сбрасывание, достаточно. И для новичков, ну и для совсем новичков в тренинге, а для того, кто только пробует такой метод прокачки, достаточно будет двух упражнений. Постепенно переходите на больше, если мы говорим о малых мышечных группах. А грудные мышцы все-таки по сравнению со спиной или с ногами малой мышечной группы. Ну что, друзья, напишите в комментариях, как вам понравилась эта тренировка. Естественно, не после того, как вы ее посмотрите, а после того, как вы ее опробуете на себе лично. Обязательно оставьте отзыв, понравилось, не понравилось. И нам всем интересно, когда к вам придет мышечная боль и когда придет общая мышечная усталость. Поверьте, мышечная боль придет не на следующий день, а самая ранняя через день. Что будет говорить о том, что мы с вами очень хорошо и глубоко проработали наши мышцы. Промежуточные мышечные волокна. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Берегите себя всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки. По дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА